Микс Ньюс. Утро на Болткоме. Да, продолжаем Утро на Болткоме. У нас в этой части основатель и руководитель компании Велокурьер Салек Столяров. Доброе утро. Наш постоянный гость. Здравствуйте. Чуть подальше от микрофона, пожалуйста. Да, вот поговорим о, собственно, Велокурьере, да, как таковом. Да, ну, посмотрите, будет сентябрь, люди начнут работать, и, наверное, их интересует вообще, что такое Велокурьер. Ну, как он работает, да, потому что это единственная служба в Риге, которая делает доставку сегодня. У нас три категории. Доставка сегодня, доставка быстрая доставка и доставка на завтра, да. И практически это Велокурьер, это не только Велокурьер, это 15 машин и 15 велосипедистов. Это получается, что, почему машина, вот скажем, Велокурьер, почему машина, потому что, ну, клиентов их, в принципе, не интересует, как увезут. Им важно, чтобы увезли все, там, скажем, телевизор, сто, стулья, да. Поэтому вот за 20 лет мы вынуждены были создать под одной фирмой, как бы, доставку полного ракурса, да. Если у нас 15 машин, то это каблуки, уже не легковые машины, это именно каблуки, да, это микроавтобусы, да, и это уже машина с лафетом. Но это уже не вело, получается. Это уже не вело. Поэтому у нас есть даже сайт такой, AutoVeloCourier.com, да, где есть AutoVeloCourier.com, да, и 15 велосипедистов. Ну, мы велосипедистов потихонечку очень быстренько пересаживаем на грузовые велосипеды, электрические велосипеды. Практически только 5 велосипедистов у нас осталось, которые ездят на простых великах. Это уже такая тенденция идет, и мы ее и более, и более будем разворачивать, да. Ну, и 98% клиентов велокурьера – это юридические персоны. Это был у нас минус, потому что, когда был COVID, тогда мы это почувствовали, что мы никогда не работали с приватперсонами, да. Очень мало, в основном, юридические персоны. И сейчас мы должны немножко менять свой профиль, да, и поэтому у нас большие работы на IT-технологиях идет, чтобы как бы более… тоже люди, которые работают из дома, да, и до этого мы как бы с этим не работали. Ну, мы сделали у нас велокурьеры, если говорить о велокурьере как таковом, какие там отличия от простой почты, очень многие говорят, а чем отличается? Ну, а что такое? Ну, а чего там? Отличается тем, что это из рук в руки передается. То есть, если вы работаете на простой почте, то ваша посылочка будет, как минимум, пройдет через 6 рук. Как минимум через 6 рук. Если вы сегодня взяли заказ, например, завтра надо дать посылочку «Бенсполз», да, она приходит через 6 рук, и обычно на 2 конвейера, потому что уже почты вручную не работают. Все почты – это конвейеры, посылки берутся. Автоматизированы, да. Автоматизированы уже такое нет. У нас осталась эта ручная работа, которую мы держим, и практически такая служба нужна, потому что есть посуда, есть сложные вещи, есть дорогие вещи, которые нельзя дать просто так, как попало, да. И поэтому это биокурер, на этом мы работаем, и поэтому мы можем 98% держать юридические персоны, которым это важно. Это такие основные тенденции, которые идут. И что еще очень важно, что мы впервые, у нас, наверное, самая хорошая IT, курьерская IT, очень хорошая у нас. А что значит курьерская IT? Курьерская IT – это то, что вы, когда получаете заказ, вот, например, когда был, опять я вспоминаю, COVID несчастный, да, когда вы могли подписаться в своем телефоне о сдаче заказа, то есть вам курьер приходит, вам не надо ни бумажки, ничего. Ну, это, в принципе, распространенная практика среди курьеров сейчас, как я понимаю. Телефонных нет. То есть в своем телефоне вы не подписываетесь, пока у нас единственная аппликация в Латвии, где вы можете подписаться о том, что вы отдали, и когда вы получаете заказ, вы подписываетесь в своем телефоне, то есть не в нашем. А как физически это происходит? То есть если заказ, условно, в тот же Венспилс, то не на велосипеде же из Риги получается? Нет, конечно, нет. Ну, получается так, если вам нужно отдать завтра, тогда обычно мы его даем через шесть рук, мы его пускаем через конвейер, потому что людям важна цена. Они хотят там за четыре, за пять евро отослать Венспилс посылку, да, и это так. Но если нужно им напрямую отдать, то есть сегодня напрямую, это получается так, что велосипедист забирает заказ, подъезжает к автокурьеру, дает ему в окошко автокурьер, и автокурьер летит в Венспилс. Такую услугу мы тоже делаем. И также у нас интересный профиль есть, что мы ездим в Европу, вот самое интересное, да, в Европу, потому что есть заказы, которые нельзя отвезти на самолете. — Например? — Ну, например, бутылочки с химией какой-то, электрические батарейки, и если вам нужно в Варшаву, у нас в Варшаве часто ходки идут, потому что ДЖА у нас самолет эти доставки не берет, да, ему просто загружается машина, и физически машина едет в Варшаву. Вот такая услуга, и ну мы должны ее быстро делать, потому что мы за сутки гоним ее, обычно это два курьера в нее садятся, два человека в машину, и просто физически гонят машину туда, других вариантов нет. Получается быстрее, чем на самолете, но это в основном те доставки, которые, например, там больше 500 килограмм, потому что если у вас, например, срочная доставка в Варшаву, я буду брать Варшаву как пример, да, такой там, потому что если срочная доставка в Варшаву, и если у вас там 500-700 килограмм, то цена на самолете будет дороже, чем отправить на машине. Самолет дорогой. Но это имеется в виду та доставка, которая нужна завтра, Варшава завтра или сегодня, да. А непосредственно на велосипеде, что может быть, по городу, по городу может быть? Вы знаете, грузовой велосипед идет, они все электрические, грузовые велосипеды все, и мы идем в юг, в юг, идем в аэропорт, идем на электровелеки. По городу, можно сказать. По городу. Мотороллер, у нас мотороллер тоже есть. Мы один мотороллер держим, есть, например, Ада, Жит, Царникова, Сава, Спиос, тогда идет мотороллер, два мотороллера у нас, да, это, ну, чтобы, и уже если дальше, например, там, Цейсис, допустим, или Сиголда, да, тогда идет машина. Вот такая вот специфика у велосипеда. А в чем концепция, тогда вело остается просто, вот я вижу, что у вас и уже автомобили подключаются, и мопеды, все, но, по-прежнему, это велокурьер. Ну, вы знаете, это, наверное, традиция, во-первых. Во-первых, это уже такой, как бренд велокурьера, что мы самые зеленые в любом случае, потому что такого велосипедного парка, я имею почтовиков, я имею в виду не развоз продуктов, да, ВОЛТ или БОЛТ, да, это именно почтовая организация, почтовые, именно почтовики мы, вот, и мы единственные, кто использует так много велосипедистов, то есть ДЖЛ или, скажем, Латвийская почта, они в таком объеме не используют, да. Ну, это дорогое удовольствие, конечно, потому что грузовые велосипеды, они хорошие грузовые велосипеды, меньше трех тысяч вы их купите не можете, цена машины у него. Сегодня такие цены есть, и люди не верят, они говорят, ну, Олег, ну, вы шутите, наверное, велосипед три тысячи евро, да. Ну, вы заходите в Google App, вы хотите купить велосипед хотя бы везде. Ну, я не знаю насчет Китая, но там доставка опять, опять цена там увеличивается, да. Но в Европе три тысячи евро, это без вопроса. Ну, мы вот не раз, да, уже говорили, когда про велосипед, про то, как он эволюционирует, и вот есть грузовой, да, велосипед, вот эти вот тележки, они как-то тоже улучшаются, и есть электрическая вот эта составляющая, которая помогает, да, какой-то импульс дает или просто даже есть. Ну, есть импульс, а есть полностью электрический тоже, когда там заряжать его должен. Что-то еще появляется, вот какие-то новые вещи, которые интересуют тот же велокурьер? Я думаю, нет. Я думаю, что мы можем говорить вообще на плане двух лет, да, потому что не надо говорить, что будет через пять лет, я знаю, Бог его знает только. Если мы говорим, мы пробовали, электрические автомобили пользоваться, пробовали, да, но они пока, цена большая. Ну, это автомобили, да, да, я понимаю. Не идет, не работает. А велик, у него скорость маленькая, велик, а все равно 30-35 км в час, это уже очень много для города, и больше, ну, никак не надо, да. Ну, парить, я даже не знаю, где можно такие скорости развивать. Да, и тоже, на шоссе, если только. Ну, на мосту можно 35 взять, ну, там, идешь на мост наверх, или там, ну. Это на проезжей части, не на велодорожке. Конечно, на проезжей части, да, 35-ка, это максимум. Вот, и поэтому, ну, пока мы видим только наоборот, вот, больше и больше, что эта часть, вот, грузовые велосипеды, вот, карго-велосипеды, да, ну, в них большое будущее. С прицепом трудно ездить, вы говорите, ну, насчет прицепа, да, тащить прицеп очень легко, физически его не чувствуется. А грузовые с прицепом, это разве не одно и то же? Нет, потому что с прицепом трудно. А что значит грузовой тогда? Грузовой, это где ящик впереди. Вот вы в городе увидите, именно ящик, ящик впереди, вот это вот тогда у нас грузовой велосипед, карго-велосипед, да. А если мы сзади ставим прицеп, то если в городе хорошая веба-инструктура, то есть очень крутые велодорожки, они широкие такие, тогда можно. Ну, Рига, она не тянет, Рига, она не тянет, а вот велосипед, если у вас, ну, я простым языком говорю, коробка впереди, да, ящик впереди, там, тогда вы можете идти по велодорожке, вы можете по тротуару, и вы маневренные, маневренные, и вы не мешаете людям. Ну, какой самый крупногабаритный груз можно в так называемом карго-велосипеде перевезти? Ну, кстати, без проблем, я без проблем могу везти вас, вас могу везти, да, без проблем, 80 килограмм. Нет, я не про людей, я про все-таки груза. А грузы тоже, ну, грузы, получается, что, получается, ну, где-то метр на два без проблем, метр на два, да. Телевизор, значит, можно все-таки везти? Можно телевизор, и при том, что интересно, 80% грузов, вот, которые перевозятся, вот, мелких грузов, быстро-быстро, так, они в размере компьютера, в размере, от компьютера телевизора, компьютер-телевизор, небольшой телевизор, да, и вот если мы говорим о этом размере, это 80% именно такие посылочки идут, то есть 80%, когда вам надо 100 отвезти, там, допустим, стулья, да, это редко. В основном, получается, вот, пришел по требу вот такой телефончик, там, так далее, так далее, или вот эти такие вот посылочки. И поэтому этот грузовый велосипед может много взять, во-первых, да, туда загрузить и везти. Ну, минусы грузового велосипеда, конечно, что это не грунтовая машина, это асфальтовая машина, поэтому вот инфраструктура асфальтовая нужна нам, для велокурера, она нужна, потому что ямы, ухабы, они всем мешают. Ну, в Риге, вот, с одной стороны, понятно, что тут, по крайней мере, центр и окрестные районы все асфальтированы, но все равно каждое лето, вот так получается, что велосипедисты переосмысляют, как-то заново передумывают, да, вот, велоинфраструктуру. Что этим летом вы заметили, что вас порадовало, огорчило, и какие вообще итоги, ну, учитывая, что уже август, практически середина, можно вообще подвести? Ну, конечно, самое у нас актуальное, если мы говорим о актуальной теме, а самая актуальная тема, это, конечно, Рига-Юрмала, там, ну, там происходит, там происходит, Бабито включил. Ну, Юрмальская часть совсем на проблеме, Рижская, она вроде как. Именно Рига, именно Рига, нет, именно Рига. Ну, Рижская дорога вроде не так плохая. Ну, дай Бог уж там, ну, там есть. Или Вейст вы что имеете в виду? Вейст, я имею в виду. А, выезд это где? Выезд надо вот через центр, мы из центра через мостик прошел, и вот Иммонта, вот этот кусочек, да, там нам надо поработать, а там можно поработать, там место разрешает, явно место разрешает, чтобы эта дорожка, нам нужно оживить его, потому что это как бы центральная структура, это вдоль Даугова пошло, в это с ним Гравис пошло. Я говорю, что Рига развивается, конечно, сейчас мы ждем, ждем выборы, да, в любом случае все остановилось в Риге, нам трудно говорить что-то о Риге, потому что в Риге состоит начальника нету, и город, он так, 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 в таком случае. Хотя вот уже даже временная администрация признала, что продлить Кенгаракскую вот эту вот дорогу до Дарзани не удастся все-таки, она сейчас упирается, да, вот тупик в кусты, и Рижская дума признала, что там и невыгодно, и очень сложно отчуждать вот эти вот территории. Ну, я там ездил, я ездил года три назад, я смотрел, там, ну, не надо немножко, там можно покрутиться, на сто процентов можно сделать ее. Естественно, надо работать, надо думать, да, и надо велосипедистов туда подключать, и потому что мы должны это сделать, дорожку, мы должны сделать дорожку на Сигулду, без вопросов, в ту сторону. Из Риге. Да, и, конечно, мы должны сделать на Огро, и мы должны сделать на Кеково, да. Ну, у нас нет вариантов. Ну, это было бы очень хорошо. У нас нет вариантов. И поэтому, ну, мы, мы, как велокурьеры, я всегда говорю, мы готовы, мы, ну, со старой думы мы сотрудничали, нас приглашали даже на заседание, и мы всегда готовы подключиться, я думаю, что... Да, Сигул за 60 километров получается велодорожка. Потому что у нас нет... Почему? Потому что, ну, если мы смотрим на перспективу, если войны не будет, да, тогда в любом случае люди в Сигулде будут жить больше и больше, а на Риге будет разрастаться, и нам нет вариантов, потому что велосипедисты будут больше и больше. Вторая вещь, спасибо даже этим самокатикам, да, потому что люди хотят ехать на самокате, им нужна безопасная какая-то часть, да. Это нет вариантов. То есть вы думаете, что постепенно, опять же, если мы говорим, конечно, далеким, ну, не самым далеким, но, тем не менее, не 2-5 лет, Сигула просто будет потихоньку приближаться к Риге в том смысле, что Рига будет расширяться, да. Конечно, да, да, да. И вторая тема, почему мы должны помнить о здоровье людей, потому что если мы говорим о физической нагрузке, то люди, у них времени все меньше и меньше, меньше, они все спешат и спешат и спешат, тенденция такая. И ехать на работу, на велике, это значит еще сделать зарядку, да, держать себя в какой-то физической форме, и люди к этому будут идти. Ну, нет вариантов, ну, понимаете, просто нет вариантов. А как вот, знаете ли вы, насколько много клиентов, скажем так, велокурьера пользуются услугами просто потому, что они, например, ищут и там, грубо говоря, в Гугле, да, набирают чуть ли не первопопавшуюся, а сколько все-таки преследует какую-то вот позицию и концепцию того, что это экологично, что это велосипед обязательно? Как-то вы анализировали это? Да, вы знаете, основная тема, я скажу, что где-то процентов 10-20 только интересует, что это зима, по-честному. Пятая часть. Да, а вторая часть – дрожь либо, потому что, вы знаете, нам очень трудно это держать, у нас все люди на работе, у нас каждое, ну, в 9 часов работники сходятся, расходятся, да, то есть мы каждого человека знаем, это главный аспект. Главный аспект – это то, что вы в телефоне видите, ну, любой заказ вам приходит с смс-очкой, вы видите курьера фотографии, курьера телефон, если это машина, то вы видите номер машины, вы видите, как он передвигается на онлайн-карте, полностью, полностью процесс, так скажем… Приложения тоже у вас есть? Да, все-все полностью просматриваются, да, полностью просматриваются. Это первое, это первое – дрожь либо, потому что, что есть у меня там дорогие какие-то вещи, там, компьютеры, да, я не могу отдавать, ну, таксистам не могу отдавать, потому что у них люди меняются постоянно, да, там утащили телефон, утащили компьютер, а вы попробуйте потом его найти. Все же люди знают, как у нас работает там юридическая часть, полицейская часть, да, это очень большая волокита, это лучше взять у него курьера, который уже проверенные, как бы службы, да, проверенные люди, да, и давать им. Это главный аспект, главный аспект – дрожь либо, да, вообще-то главный аспект – дрожь либо. Второй аспект – Атромс, да, скорость будет. Да, скорость. А в первом месте – дрожь либо, потому что, как вы доверяете, есть очень большой процент доверенности. И мы единственная служба, которая у нас есть, пащерискс, если я, например, заказ вам не доставил, я вам сразу получу, у нас контора сразу оплачивает 50 евро, независимо от того, конверта или что-нибудь, фирмы это знают, они этим пользуются, но это очень редкий у нас профиль. Но говоря вот о велокурьерстве, как о Римсле, да, вот о этом типе, стиле жизни даже во многом, наверное, ошибочно думать, что это какая-то сезонная работа, что вот лето – это такой вот всплеск, а зима – это вечно какой-то бесконечный отпуск. Наверное, это не так, да? Ну, вы знаете, вообще велокурьер, конечно, у нас ребята, я очень горжусь своими ребятами, потому что у нас ребята, они ездят на мотороллеры, на электрическом велике на машинах. Если мы берем человекную работу, он должен ездить на всех трех видах транспорта, да, и обычно самые лучшие шифера – это велосипедисты бывшие, потому что если велосипедист проходит зиму, вот если я зиму проеду на велике, продержусь на велике вот зимой, да, вот именно зимой, вот зиму, да, потом, если я сажусь в машину, я этой машиной, я на ней летаю просто, я… Потому что чувствовать равновесие, чувствовать город, как он дышит, да, как он себя чувствует, вы можете только это на велике почувствовать. Ну только на велике, это очень опасно, да, я согласен, да, но этот адреналин, этот риск такой, да, он… Это такой опыт, который в армии вы не получите, такой опыт, да, и уже с такой нагрузкой, скажем, вот пройти зиму, да, это одежду надо думать, очень думать, как ты едешь, да, думать о себе, думать о здоровье. Видите, это целый комплекс, который человек отрабатывает как армия. Вот вы кончали когда-то армию, я в армии служил, и вот вы проходите, это фантастический опыт. Но им на вас опять, на машине вы этого не получите. Ну и если мы говорим о работниках, очень хорошие работники, вот, которым за 50 лет, у меня такие дядьки есть, как говорится, за 50 лет на машине. Это уже фанаты, да? Да, фанаты. И второе – ответственность, да. Мы берем очень, чтобы люди были ответственные. И вообще говорят, а как в его курьер попасть, можно работать. Вы знаете, мы последние три года только познакомились, ну, вот, как говорится, по знакомству попадают люди. Потому что у нас, ну, хорошие условия работы, мы стараемся как-то о людях думать, да. И получается, что вы там знакомы, у нас кому-то надо, мы говорим там, вот, ребята, намного курьера. Вот так мы подыскиваем через знакомых даже. А вот вы сказали, что человек должен уметь ездить на велосипеде. И, казалось бы, ну, мало кто, наоборот, не умеет. Что вы подразумеваете под умением даже не только для велокурьера, а в целом для любого человека? Что включает в себя настоящее умение вот на каком-то достойном уровне езды на этом виде транспорта? Я скажу, конечно, это доброжелательность. Злой человек не может ездить на велосипеде. Ты должен быть добрый. Если добрый, тогда ты будешь ехать на велике. Если ты злой, нельзя. На тебя наедут, ты на кого-то наедешь. Вот действительно успеешь. А что еще? Не годы, это самое главное. Потом вторая – это предсказуемость. Потому что надо подготовить велик, посмотреть велосипед, ну, вечером посмотреть, а не только с утра, что и как. И это вторая. Но мне кажется, самое главное – это доброжелательность. Вот я не знаю, почему это. Если человек доброжелательный, тогда это все работает. Это самое главное, да. Остальное все прикладывается. Как выбирается экипировка для велокурьеров? Особенно зима интересует тоже. Вообще интересная вещь. Экипировка, потому что люди настолько разные. Кто-то любит ездить голый. У меня был курьер Янис. Он вообще ездил босиком почти зимой. Со всем сволом все-таки ездить не очень. Вот ему хорошо себя чувствовал. Второй очень хорошо покоится. Третий вообще. И поэтому человекопекировка, мы даем только внешнюю одежду, а внутреннюю курьер выбирает сами. Мы пробовали покупать, смотреть какие-то специальные вещи. Нет, каждый потеет. Извините, каждый потеет по-разному. Все-таки физическая нагрузка. И у каждого свой подход к этой теме. Ну, каски. Каски я заставляю курьеров носить, потому что, хотя по закону нам не надо обязательно каски. Не надо. Детям надо. Я стараюсь, чтобы они каски носили, потому что бывали случаи в троллейбусах, летали зимой в 2013 году, сосульки падали сверху, и каска выручает. Вот курьеру каска нужна. Простой человек может туристы и не брать, ну, вот курьер должен, должен каску иметь, да. Ну, и, конечно, это велосумки хорошие, хорошая покровка, да. Но она дорогая, потому что все идут за границей, надо покупать ее там на китайском, чисто на китайском там не проедешь. Велосипеды тоже надо смотреть уже тоже такие, которые детали крепкие, детали хорошие, потому что, когда я говорю, там, у вас тоже такие цены называют, да, там такие, у вас там велосипед такой дорогой такой. Потому что, ну, хорошая покровка, она работает, но она немножко стоит. Интересный вопрос нам написали только что. Добрый день. Планируют ли доставлять мелкие посылки дронами? Вот как такой шаг вперед? С дронами не будет. Вы знаете, это реклама. Реклама, потому что у меня друг есть, я с своим другом вот на вертолете еще много летал, да, и, вы знаете, там очень ветер. Вот люди не догадываются, там 100 метров поднимите, 50 метров, вот вверх, даже меньше, 20 метров. Там абсолютно другие потоки, которые мы не знаем. Там ветер меняется, потоки разные. Нет, я думаю, дрон может справляться с потоками. Вы знаете, думаю, что нет. Другое дело, что у нас очень много зон, в которых просто нельзя по правилам госбезопасности летать. Мы рассчитывали эти дроны, не думаю, расчеты проводили, да, там получается, что дрон, он поднимается, дождь, снег. Потом дрон один минус большой. Вы его должны загрузить, потратить время, он должен подняться, и вы его должны встретить. То есть у вас, получается, если по Риге, мы имеем по Риге, да, получается, мы его загружаем, он поднимается, он летит. Но человек должен его загрузить. Потом должен быть оператор, который его ведет. Ну, вы не думаете, что запрограммировали дрон, и он там полетел. Вот потоки ветра идут, он регулирует, но надо за ним следить. Потом он опускается, его должен кто-то встретить, да. И получается, это встреча, загрузка, да. Это два, еще мы получаем двух посредников. Я говорю, что на почте у нас шесть минимальных посредников. Здесь уже четыре посредника. Каждый посредник, это затраты, это время. И выигрыша почти никакого. Но дрон был бы хорошая штука. Я считаю, у нас вообще в Риге есть одна штука хорошая, это Балдараево-Смиогравис. Вот если бы из Балдараево-Смиогравис катер ходил бы, или какой-то кораблик, да, или дрон бы летал, вот там это можно, вот там точно это пошло. Быстрее все, конечно. Или, скажем, вот Балдараево, вот эти линии, вот Балдараево-Рига, вот это, ну, это, знаете, загруженная дорога, которая, да, там пробки постоянно нападут. Да, через ЛГСМС. Вот есть такие вещи, которых, вот есть, где они, может быть, и пошли. Ну, я думаю, что какая-то перспектива на маленькой регулярной линии есть, но это не будет массово ни в коем случае. Ну, пока что, да, может быть, когда-нибудь. Понимаете, ну, еще вторая вещь, очень, я добавлю, да, куда уходит у курьера больше всего времени, не на саму поездку, больше всего времени найти двери, найти настоящий код, найти настоящего человека и забрать, и подняться в здание. Дрон это сделать не может. Ну, вот мы про пандемию несколько раз упоминали, вот, действительно, мы ее переживаем, мы какой-то особо активный этап уже пережили. Заметили ли вы какой-то повышенный интерес со стороны жителей? Или все-таки сейчас все жили, по сути, вот этими курьерской работами? Ну, да, ну, так, как бы там месяц был такой, вот первый месяц, когда люди были в панике, конечно, это чувствовалось, да, но у нас курьер ни один не заболел. Или мы хорошо просто соблюдали правила, мы руки мыли, и маски, где нужно было, соблюдали. Но в масках по городу мы не ездим, потому что маска, она, мне кажется, наоборот, она, ну, для физического человека, который физически работает, его, ну, слик туда, да, дыхалка плохая, и это все постоянно здесь. И я думаю, маску можно, вот просто заходишь, одел, с вами... Ну, конечно, на улице есть, на господине, нет необходимости, я думаю. Полный абсурд, да. Если ты находишься в публичном месте. Да, и тем более в публичном месте, если у нас два метра расстояния, но коронка, она не такая опасная, ну, соблюдайте расстояние два метра. Значит, даже метр соблюдайте, не будет этой коронки, да. Это тоже, мы забыли о двух метрах, да. Это реально все сделать. Спасибо большое, основатель и руководитель компании Велокурьерс Олег Столяров был у нас сегодня в гостях. Спасибо вам, и всем хорошего дня, желаем всего доброго. Ждем Велокурьера. До свидания.